Читай, это девиз нашей школы, о стремлении к справедливости, добру, истине. Прочел? Прочел. Запомнил? Запомнил. Ну, пошли дальше. Наша деревенька и вот такая картина. Отгадайте, кто это. Ну, что вам сказать, это свиньи мои. Уже с утра получила деревенских. Стыдно до ужаса. Блин, вот надо так раскопать. Вы говорите, вьетнамские свиньи не копают. Вон, она копает, копает еще как. Я все говорю, вот завтра, завтра. Ну, как мне мясник говорит, завтра, завтра. По всем поводкам это уже не домашняя свинья. Идет, 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 идет. Ну, как так-то? Как так, Рашид? В общем, рассказываю, что случилось. У нас свинья, одна из моих свиней, дикая помесь. Ну, вообще, не знаю, что с ней случилось, но она, в общем, одичала. И вообще бегает по всей деревне, творит чудеса, хотя у нее своя кормушка. Едет с утра и все, отправляется, вся деревня гоняет. Все на меня ругаются. Короче, творится такой бедлан. В общем, уже вызвали охотника. Вот сейчас ее отстреливаем, потому что мы даже загнать ее никуда не можем. Три дня мы, короче, просто по уши, грубо говоря, в загон пытались загнать. Но это невозможно, короче. Два дня мы ее загоняли, она убегала, просто как в пустяне карабкается. Ну, не знаю, что. Что, ну? Он патроны перезаряжает! В общем, в общем, позвали охотника. Пытаемся ее отстрелить, и уже, не знаю, патрон 6-7. Ну, и в нее не попадаем. Она юркая, мелкая, убегает. В общем, сейчас Рашид там за ней присматривает. Блин, у охотника закончились патроны. В общем, блин, чудеса у меня с утра творятся. Ну, вы видели, как она ископала всю деревню? Это вообще жуть. Это я говорю, мне уже давно были по морде настучать. Ой. Не древеси. Угу, тупой. О, шкура и острый нож не резет. Да, да. Пуля, говорит, отскакивает, представляете? Офигеть. Как в улице, как в Бекимасасане. Да, да, не отличались. Но она вообще изначально дикая порода. Вот. Ой, ой, ой. Свою там мать. Чего? Ё-моё. Сколько, четвертая? Дело в том, что патроны старые. Угу. Видать, не пробивайте. У-у-у. Удалось загнать, да? По хитрости. У меня же куры тут были, блин. Я поставил, грубо говоря, еду, она сюда забежала, блин. Забежала, там у меня все куры 20 штук сидят, блин. Я еле кур выгнал. Она вот так же кидалась на меня. Я ее ногой там отбивал, еще ладно. Она там спряталась в угол. Кур выгнал. Куда кур? У меня куры, блин, первый день на дереве, прикинь. На дереве, вырастая, ну вот, выше моей головы 3 метра. Сели на ветке, все сидели. Это нет. Я их ночью собирал все. Это когда голову нас встанут, куры тоже живут. Да, сломала кормушки, блин, кормушки, блин, этим курам себе по 500 рублей, вот эти желтые бункеры не стоят. Она сломала две их все тут. Я уже думаю, ладно, хотя бы пусть она, что хочет, сломает, уже закончится. Я говорю, уже хочется просто это дело, вот. Сильно звер. Он просто идет на пролом, ему все равно. Он не кусает, мы этого сделаем. Я не уверен. Выглана, короче, ее не провороньте, она может убежать сюда быстро очень. Короче, он ее пугает, да, ты веревку пытаешься надеть. Поймал? Ай, еб. Ты сделал в турноводе? Есть? Да. Держи, что вы доделали? Свиноводство, судный день. Ну и вот такой деревенский боевик получился. Но уже сил справляться с ними не было. Поломали весь свинарник. Вытащили все полы отсюда. Накопали ям. Сновали дверь, перегородки. В общем, мостик, который был тут. В общем, так и закончились мои 4 года свиноводства. Вкратце расскажу, что произошло. В общем, две свиньи, которые я скрестил мангалицу с вьетнамскими. В общем, они две что-то чудили, бегали по всей деревне. Они маленькие. И за год они вообще не подросли. Остались. Туша была, в общем, мясо было 30 килограмм с каждой. Первый отстрелил охотник. И, в общем, и 4 ноги раздали по соседям, которым они делов натворили. А с остальными свиньями мясники уже боялись иметь дело. Потому что рычали, прыгали. Боялись, в общем, что покусают. Хотя мясники каждый день режут свиней. Сказали, что первый раз такое видят. Ну, естественно, у меня были они в свободном выгуле. И тут их... Ну, и тут они все поняли. И вот уже какое-то время без свиней. Работа, честно скажу, поубавилась. Курица, блин, пришла одна. В общем, работы поубавилась. И я очень рад на самом деле. Потому что со свиньями, конечно, у меня уже сил не хватало. С этой беготнёй, конечно, нужен нормальный свинарник. Нормальное место для опоросов. Единственное, конечно, сейчас остается очень много обратно. Остаются сыворотки, которые некуда девать. И жалко, конечно, выливать. Бычку пробовал давать сыворотку. Замешивать с комбикормом он не ест. Ему ничего не нравится. Не знаю, как только не пробовал. Поэтому, конечно, свинью хотя бы одну в хозяйстве надо иметь. Но, говорю, со временем, если у меня работник появится, то, возможно, и заведем. Курица одинокая ходит. Вот дурында, не могу ее поймать. Представляете, когда свиньи отстреливали, она убежала. Вот специально сейчас открыл дверь в стараю, чтобы она зашла к другим курам, потому что они там как бы звук подают. Но эта дура вот бегает. Я не знаю даже, где она живет, честно. Вот она в лес побежала. Представляете? Мне кажется, она и в лесу живет. Блин, ладно, петух был бы еще. Ну, курица, ну, я не могу один загнать. Уже и коробку ставил с прикормкой, с палочкой, чтобы, типа, не заходит никуда. Вот по участку бродит, в поле ест. Странная, мадам. Все от меня убегают. Ну, и совмещать, естественно, КРС и свиноводство совершенно неудобно. Эта вонь со свиноводством перемешивается. В одном сарае их содержать, ну, неудобно. И, во-первых, я говорю, запах и перемешивается. Это вонь страшная. Так что со свиноводством на какое-то время я подзавяжу. А, может быть, весной созрею и возьму хотя бы одного-двух. Ну, так уже до осени. Естественно, брать, если породу, уже буду брать породу каких-нибудь ландрасов, чтобы был нормальный выход мяса. Потому что вьетнамские, ну, честно, это для дачников, для себя, возможно, это неплохая порода. А если вы планируете, конечно, продажу, то выход мяса, ну, конечно, смешной. Ну, просто сами подумайте. Маленькая свинья, значит, маленькие все органы, значит, маленькая вырезка, значит, маленькие ноги, значит, маленькие ребра. Ну, и, в общем, в моем случае проще одну свинью заколоть, чем пять вьетнамских. Да и в нашей области проблемы с мясником. Раньше у нас вот таджики-узбеки без проблем резали, а сейчас они как-то все, видимо, уехали, которые не боятся. А остальные все верующие и к свиньям не подходят. И поэтому найти мясника я мясника ждал около двух недель, если не больше. Ну, в общем, а сам колоть не могу. Ну, свои все-таки. Не знаю, рука не поднимается. Утро доброе. Офигеть, наши свинки кушают суши. Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа